пришел подобрать точку для взлета потому что хочется поснимать этот симпатичный мост вот сейчас тут изучаю где бы можно было разместиться но пока тут на территории вата негде попутно смотрим что происходит я так понимаю что здесь колумбарий причем видно что вот в этом новоделе здесь вот 2 2 ниши еще пустые да то есть кто-то здесь еще успеет разместиться вот еще пустые видны ну а так судя по цифрам какой 2480 год но в общем сколько это 20 лет назад типа или нет в общем уже много людей похоронен здесь лодки немножко грязи без этого непонятно зачем стал и надеюсь за ними не едят вот такая небольшая набережная зона где люди стоят вот такая симпатичная шива или кто там стоит многорукая чем-то похоже на крабика из чужих здесь продают еду что еще могут продавать в календаре рано как не еду в принципе так тихо и спокойно вот еще симпатичный ватт и два воина белый и красный видимо силы силы белые красной гвардии и вот еще коровка а там вот мост вообще надо сказать что вот где ваты там почти всегда идут ремонт редко встретишь вот ватт чтобы никакой ремонт не шел все время что-то либо достраивают либо перестраивают и красивые огромные валуны и остатки дерева а здесь еще вдоль стены очень клёвый брельеф сейчас обойдем машинку посмотрим на другие брельефы такие сцены из жизни вот продолжение этой территории с этим красивым ваттам ну то есть нас уже другой красивый ватт вот здесь люди убираются очень красиво так все уютно красивый вход а прям за этим прям за вата вот такая вот высокая не очень новая высотка все очень так симпатично вот здесь вот еще красивые штуки сидят какие-то будды драконы 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 все очень все очень красиво а вот они едут очень душевно эти монахи очень клево очень клево ну и выход на улицу ну и выход на улицу пока все все вот я иду а за мной видно как от ковида отмывают пол с мылом там с чем-то так что борьба с к видом идет полным ходом зашел завод с другой стороны посмотреть что тут за площадь пустующая обнаружил здесь что вот этот красивый мост и за ним люди ловят рыбу много рыбаков здесь это зеленушка рыбу правда не видно но надеюсь поймают все очень тихо спокойно может быть отсюда вот можно попытаться в какой-то момент взлететь вот такая вот перспектива открывается на мост а вот собственно говоря в ад где я был там 10 минут назад вот этот красный и белый воин здесь в принципе камера наверно взлетать надо с опаской местность сами понимаем какая как везде тут здесь домик для шлюзов у них эти шлюзы всегда с домиками некоторые даже прилично вот как этот непонятно как они работают когда воду сливают когда не сливают когда чистят когда не чистят но здесь вот в данный момент все так прилично смотрите кондей работает стиралка стоит вот камера висят вода чистая все клево справа домики этого вата который я проходил сотка здесь вот в какой-то момент будет что-нибудь построено наверняка еще одна конда но пока этого нет вот такая очаровательная зеленуха тенюшка вот эти деревья красивые вот такая перспектива тем не менее камера вот стоят и взят да ну пока все зашел еще с одной стороны для того чтобы понять как тут работает ферри она переправляется на ту сторону но сегодня воскресенье из-за ковида ферри видимо не работает ну а пейзажи вот такие вот здесь вот только что я был там вот рыбаки ловят рыбу здесь вот кто-то собирает какую-то траву вот это заброшка вот как выглядит мост конкретно с этой точки взлетать как-то стрёмно народ тут наверное надо все-таки с помойки вот оттуда вот сейчас пойду попробую понять работает ли ферри так под страшный грохот мотора переправляюсь на ферри на другой берег это ферри заметно отличается от типовых тем что здесь довольно мало места для сидения в основном предусмотрено для перевоза этих мотопидоров там велосипедистов довольно много вот я видел приехал и сейчас едет на другую сторону так что плывем вот на тот берег вот как хорошо плыть по речке плавал бы и плавал так что вот 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 буквы так но что нужно А здесь вот очаровательные слоники. Здесь какие-то водные непонятно то ли шлюзы, то ли какие-то инженерные сооружения. Вот как выглядит мост с этой стороны. Непонятно, можно ли отсюда взлетать или нельзя. Скорее всего, как обычно, нельзя. Приезжает молодежь на таких вот довольно приличных машинах потусить и пофоткать автомобили. Вот там я видел фотосессию автомобилистов. Вот она просвечивается, красная такая. Вот еще одна точка обзора. Все довольно симпатично. Ну вот я прошел до конца, куда можно было пройти по берегу. Витер на самом деле такой изрядный. Присмотрел точку, где, наверное, стоит взлететь попытаться. А за этими кустами вот типа остров. Называемый здесь Green Lung. Типа зеленые легкие Бангкока. Потому что там много зелени и пока еще мало застройки. Не в последнюю очередь, потому что эти места просто еще... Ну, как-то не оккультивированы. Ну, в целом и так тихо, симпатично. Разок погулять тут, конечно, надо. До галочки. И взлететь. Куда же без этого. Пока все. Сейчас попробую поснимать, как чуваки снимают автомобили. Тут какая-то профессиональная фотография, видимо. С кучей автопоратов. Снимает этот клевый Мерс. Очень клевый Мерс. А я иду обратно на паромчик. Вон он там стоит. А, или он на том берегу. В общем, непонятно. Сейчас поплыву обратно. Пока все.